Выбор SD-карты для HMI-дисплеев, DWIN и возможные проблемы. Часто при работе с HMI-дисплеями DWIN возникают проблемы из-за неправильного выбора или подготовки карты памяти. Давайте разберемся, как выбрать и подготовить карту памяти для загрузки прошивки на дисплей DWIN. Выбор SD-карты. В дисплеях DWIN применяются карты памяти формата microSD. Если вы заказывали карту памяти у DWIN, они присылают карты от Keoxia. Эта компания была выделена из конгломерата Toshiba. Многие рекомендуют к использованию SD-карты известных производителей. SanDisk, Kingston, Transcend, Philips. Но я использовал SmartBuy и Merex и проблем у меня не возникало. Поддерживаются SD-карты размером от 1 до 16 ГБ. Если вы будете использовать карты памяти больше 16 ГБ, например, 32 ГБ, то прошивку загрузить не получится. Также рекомендуется использовать SD-карты 10 класса. Но также работают и карты более низкого класса. Тут как повезет. Форматируем SD-карту правильно. Чтобы HMI-дисплей увидел карту памяти, она должна быть правильно форматирована. Для этого нужно перейти в мой компьютер, правой кнопкой мыши нажать на SD-карту, выбрать форматировать. Здесь мы выбираем файловую систему FAT32. Размер выбираем 4096 байт. И форматируем. Соглашаемся с тем, что все данные будут стерты с нашей SD-карты. Жмем ОК. Происходит форматирование. Форматирование завершено. После форматирования можно приступить к загрузке прошивки. Загрузка прошивки на HMI-дисплей DWIN. Для примера загрузим демо для дисплеев разрешением 800 на 480 пикселей. Скачать его можно из статьи на сайте Arduino Tech. Для этого отпускаемся в конец данной статьи. Ставим галочку «Скачать материал». И жмем «Скачать». После того, как мы скачали демо проект, открываем нашу SD-карту и открываем наш скачанный демо проект. Отсюда нам нужно переместить папку DWIN SET на нашу SD-карту. Обязательно все файлы для прошивки дисплея DWIN должны находиться в папке DWIN SET. Иначе дисплей не сможет их увидеть и прочитать. И прошивка не произойдет. После того, как мы скинули прошивку на SD-карту, нам нужно ее вставить в дисплей и подать на него питание. Мы увидим синий экран, на котором выводится информация о прошивке, в том, что идет процесс прошивки. После того, как мы увидим SD-карт процесс END, значит прошивка завершена. После этого нам нужно отключить питание и извлечь SD-карту. Теперь мы можем снова подать питание. После того, как наш дисплей загрузился, мы можем проверить его работоспособность. Если на экране прошивки вы видите все нали, значит что-то пошло не так. Картридер тоже важен. Запись файлов может производиться с ошибками или повреждениями, если у вас некачественный, либо плохо работающий картридер. Это ведет к проблемам с дисплеем. Вы можете попробовать другой картридер или сразу же приобрести новый. Могу порекомендовать из недорогих, но качественных картридеры от китайской компании Orico. Мы с вами уже установили среду разработки DGUS, подготовили SD-карту и протестировали, что у нас правильно загружается прошивка. Теперь можем приступить к разработке собственной прошивки для дисплея DWIN. Но об этом поговорим в следующем уроке.